привет друзья сегодня понедельник я как вы знаете в отпуске приехал вот на такое озеро красивая смотрите туманчик стоит но уже чуть-чуть туман сел было побольше когда приехал коряжник я его называю озеро коряг это половина у нас озеро чистенькая то есть ничего не торчит а та сторона у нас полностью в корягах но вся рыба в основном стоит в коряжнике поэтому сейчас потихонечку между коряг сейчас я подойду сначала вдоль вдоль попробую прибросать поставил воблера в прошлом году у меня здесь вертушка хорошо проработала зарядил сейчас воблер 130 но там в коряжнике мы не сможем его бросать но вдоль коряги здесь попробуем вот там вертушки джик ну сейчас будем пробовать все друзья смотрите видео что у нас сегодня получится из этого друзья я даже якорь с собой не взял сегодня потому что здесь смысла нету якорь опускать можно его оставить просто на дне в том году когда здесь был был ветер сильный мы к этим корягам привет вот ведь это уже зацепы вот он на камеру надеюсь видно вот он вот такие коряжки здесь прям из-под воды чуток воде торчат опасны те которые видно это еще ладно которые находятся под водой вот наш первый зацеп сейчас будем доставать от цеп здесь без него никак если на других рыбалках я отцеп достаю отцепляю назад сумку упаковую то здесь думаю даже его упаковывать не на пригодится на весь день зацепился есть крючок отломан один есть первая щучка она там плескалась я ее видел но небольшая щежонок на вертушку кислотную я прям видел как она там ходила смотрите вот она вышла прямо из кустов она там за мальком бегала дай-ка я прям туда брошу убежала иди гуляй так ничего друзья начало положено я поставил такую резину 4 граммовый грузик я думаю здесь вообще груз то сильно и не нужен так что и так что и и и коряга на коряге лежит шнурок опять взял главное повис просто и все я даже не понял думаю что тащу что ли сам не уйдет на вот такой вот не знаю грамм 400 наверно весит и гулять повис как бревно я думал просто трава какая-то палочка зацепилась дает вот это уже интереснее это уже интереснее взяла друзья я думаю это где-то грамм грамм 600 700 наверно вот такая уже зачетная щучка просто в этом водоеме я не думаю чем и огромные щуки на ловим хотя местные говорят что здесь и трешки и пятеры ходят галатанула конечно хорошо повесим на кукан если будет живая и поймаем крупнее то мы ее отпустим сильно поранилось пришлось в эту сторону приманку проводить отцеплять и сильно поранилось не знаю ну посидит на кукане если выживет поймаем крупнее говорю тогда отпустим и 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 А та щучка на кукане все погибла, вверх животом плавает. Она сильно заглотила гландами, конечно, провела себе. Ну, опять зацеп. Первый раз за сегодня отцепилась нормально. Окушок взял. Вот в том году в этом же месте окушков долбил. Ну, это что-то совсем мелкий. Поставил вертушечку такую маленькую, номер 2. А то что-то клюв прекратился. Думаю, попробую окушков подергать. Ну, вот он клюнул. Конечно, не такого окушка мне хотелось. Посмотрим, может, покрупнее клюнет. Есть. Вот прям в этом же месте я в том году. Но это уже чуть-чуть покрупнее предыдущего. Ну, прям чуть-чуть. Друзья, рыбалка в этом коряжнике интересная, но немного опасная. Пару раз было, наезжал на корягу. И ни туда, ни сюда ротка не уходит. Приходилось на борт вот так вот, чтобы как-то срезать с этой коряжки. Они под водой торчат. И на них напарываешься. Все, боялся дно разодрать. Рыбу сегодня увидели. Правда, больших экземпляров мы не нащупали. Но ничего, клев был с утра. И потом как выключило. То есть, вот как несколько щук поймали. Потом немного окушков. То есть, и выключился клев. Буквально примерно с 7 утра, наверное, и до 10. Вот эти 3 часа был клев. Потом прекратилось. Даже акуня прекратили брать. Ветер поднялся. Задние зацепы. То есть, щука уже не клюет. Только коряги одни клюют. Но я решил собираться. Сейчас время уже 12 час. Собираюсь домой. Водку уже сушится, помыл. То есть, всем удачи. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пока! Подписывайтесь на канал.